Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Устранить пробки, добавить с бесплатной парковкой и отработать логистику. В администрации города обсудили организацию дорожного движения в районе ЖД вокзала. Не профессия, а призвание. Сегодня в «Анапе» чествовали людей, чей труд считается одним из самых благородных и уважаемых. Узкий специалист широкого профиля. Или почему, чтобы попасть к любому врачу, сначала нужно пройти терапевта. Исполняющий обязанности главы «Анапы» Юрий Поляков собрал рабочее совещание, чтобы обсудить подготовленный архитектурой проект организации дорожного движения на подъездной дороге к железнодорожному вокзалу. Для создания схемы Юрий Федорович определял сроки 1 октября. И вот теперь перед ответственными службами поставлены новые задачи. Главное, считает руководитель города, внедрить полезные новшества к курортному сезону 2018 года. Как будет двигаться общественный и частный транспорт? Где расположить остановки и парковки? Об этом с помощью схемы рассказывает начальник отдела по транспорту и связи. «Организовали четыре полосы. Одна сразу на стоянку, одна сквозная, для автобусов, чтобы на рейсовых, которые на автобусной остановке. И также со стороны котельной, если мы заезжаем, одна сквозная полоса, одна полоса у нас идет на автобусную остановку, и две полосы на выезд у нас». Юрий Поляков собрал очередное рабочее совещание, цель которого – избавить подъезды к вокзалу от транспортных заторов и дать людям альтернативу, добавив к платной парковке удобную, бесплатную. «Я думаю, что парковка, альтернативная парковка при заезде на ЖД вокзал должна быть перед заездом». «Я думаю, что просто должны быть правильные знаки, допустим, бесплатная парковка». «Навигацию хорошую сделать». «Навигацию надо сделать, если он сюда подъехал, чтобы он не стоял здесь. Поехал, взял карточку, выехал и заехал на бесплатную парковку. Или заезжал уже сразу отсюда». «Схема есть. Нужно воплощать задуманное в жизнь, говорит Юрий Поляков. Работы много. Организация дополнительных полос движения, установка автоматизированной системы оплаты парковки, навигация по территории вокзала и так далее». «Нам надо принять решение до курортного сезона все это воплотить в жизнь. Значит, мне нужна дорожная карта. Я хочу знать, как это будет выглядеть». «На следующей неделе службы вновь соберутся, чтобы обсудить и утвердить дорожную карту». «5 октября во всем мире отмечают День учителя. Самые теплые и трогательные слова в адрес всех педагогов Анапы звучали сегодня в городском театре. 120 преподавателей и воспитателей детских садов, спортивных школ и школ искусств, средних и высших образовательных учреждений курорта были награждены почетными грамотами и благодарностями». В праздничный день состав заслуженных учителей в Анапе пополнился. В звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоились 6 педагогов. Почетными грамотами Министерства образования и науки России награждены 14 преподавателей. Вручены почетные грамоты и 19 благодарственных писем от краевого министерства. Также многие учителя и воспитатели отмечены почетными грамотами и благодарностями главы города. «Хочу еще раз поздравить вас с праздником, пожелать вам здоровья, терпения, успехов. Вы учите наших детей, учите наших внуков. Спасибо вам большое и удачи вам и наилучших пожеланий». Поздравлением присоединились и ученики. Многие приходили в городской театр с цветами и приятными сюрпризами. Творческие коллективы курорта дарили зрителям свои красочные номера. Без внимания не оставили ни одного учителя. «Я думаю, это один из самых светлых, добрых и хороших праздников в России. Огромного терпения, огромного здоровья, счастья, удачи в жизни, хороших учеников». Подробный репортаж с праздником мы покажем завтра в это же время. День учителя сегодня по-особому отметили и в крупнейшем вузе города, Московском педагогическом государственном университете. Будущие педагоги, студенты подготовили для своих старших наставников праздничную программу. Не обошлось и без сюрпризов. Подробности в сюжете. Первокурсница Полина Пащенко учится на преподавателя начальных классов. Ее бабушка и дедушка всю жизнь проработали педагогами. Продолжить династию – ее осознанный выбор. «Я выбрала эту профессию, потому что она интересная, постоянная работа с детьми. Ты сам очень сильно развиваешься, получаешь новые и новые знания. То есть ты идешь в ногу со временем». Вместе с Полиной в этом году на педагогов поступили 300 человек. Всего же в филиале обучается более 1200 студентов. И сегодня они устроили настоящий праздник для своих учителей. В преподавательский состав филиала входит порядка 100 педагогов. Большинство имеют ученые степени и звания. Это золотой фонд университета, которым гордится и вся Анапа. В этом году филиал был отмечен на высоком уровне. В День города директора Елену Некрасову наградили медалью за выдающийся вклад в развитие Анапы. А имя заведующей кафедрой русской и зарубежной филологии профессора Елены Майснер занесли на городскую доску почета. Педагогический стаж Елены Дмитриевны более 40 лет. Она автор учебника о зарубежной литературе, который сегодня дополняет библиотечный фонд университета. «Лучше этой профессии нет, я абсолютно убеждена. Потому что где еще вы увидите такие глаза, которые вижу я каждый день. И где вы еще увидите плоды своего труда так явно, когда они из мальчиков и девочек, ничего не умеющих, ошибающихся, сомневающихся, становятся личностью, становятся специалистами и уже учат других». На праздники по-особому чествовали и ветеранов образования, тех, кто отдал филиалу большую часть своей жизни. Уважение к старшим наставникам и добрые традиции здесь свято чтут и передают следующим поколениям. Анапский филиал Московского педагогического государственного университета имеет стратегическое значение для курорта. Это кузница кадров. Большинство школ Анапы как минимум наполовину укомплектованы выпускниками вуза. Ведь филиал более 20 лет готовит учителей. Положительная тенденция сохраняется и сегодня. Многие студенты, получив диплом, планируют работать на благо родного города. «Я планирую работать в своем родном городе, остаться здесь и работать в какой-то школе». «В Анапе, скорее всего, седьмая школа. Я там училась, там закончила 9 классов». Учитель – одна из самых благородных, уважаемых и почетных профессий. От педагогов зависит не только уровень образования следующих поколений, но и развития общества в целом. Труд этих людей приоценить невозможно. «Поздравляем своих студентов, своих сотрудников с этим праздником. Ну и поздравляем все педагогическое сообщество нашего прекрасного города. В каждой школе сегодня праздник, в каждой семье учительская сегодня праздник. И все, кто студенты учатся на учительскую профессию, думаю, что сегодня тоже отмечают праздник. Поэтому сегодня большая армия педагогов России отмечает прекрасный праздник». Ни один педагог сегодня без внимания не остался. Со сцены звучали поздравления, слова благодарности и добрые пожелания. Студенты выступили с творческими номерами, креативно преподнесли свое видение профессии в юмористической постановке, подсластили праздник угощениями и завершили мероприятие на высокой и яркой ноте. У каждого человека в жизни есть свои учителя, тем, кому в этот день хочется выразить особые слова благодарности. А на общине присоединились ко всеобщим поздравлениям и вспомнили своих учителей. Екатерина Тимофеевна ее звали, очень добрая, к нам маленьким ребятишкам относилась очень хорошо, поэтому, наверное, и запомнили. Наталья Николаевна звали, вспоминаю, они только хорошие, хорошо нас выучила, большое ей спасибо. Мы поздравляем всех учителей с Днем Учителя, с их профессиональным праздником, желаем всем здравия и терпения. Я хотела бы пожелать им послушных, умненьких детей, которые бы их всегда слушались. Здоровья, уверенности и совершенствования. Хочется поздравить всех учителей с их праздником, пожелать им крепкого здоровья, успехов в их нелегком и благородном труде. На курорте началась работа школы волонтеров. Первое занятие собрало добровольцев серебряного возраста и студентов анапских СУЗов и ВУЗов. Что нужно знать и уметь тем, кто станет для гостей чемпионата мира 2018 года по футболу помощниками, экскурсоводами, да и просто друзьями в нашем городе, узнала наша съемочная группа. Ольга Владимировна говорит, что может найти подход к любому. Волонтерская работа для нее не в новинку. С группой активистов организации «Серебряный возраст» она была добровольцем на всех значимых спортивных событиях, которые проходили в нашей стране. Об этом добровольческом движении она теперь знает практически все. Наша команда «НОСАП «Серебряный возраст» является членом Ассоциации волонтерских центров. То есть мы подготовленная команда с большим громадным опытом. Естественно, то, что у нас проходит чемпионат мира по футболу, именно задевает наш город. Считаем, что это очень большое событие в жизни нашего города. И мы очень надеемся, что наш город-курорт будет не только знаменит, как именно курорт, но будет и знаменит, как наш волонтерский центр, именно поставщик волонтеров во всевозможные событийные мероприятия. Сегодня в аудитории филиала Сочинского государственного университета собрались десятки людей самого разного возраста. Это активисты, которые станут волонтерами при проведении чемпионата мира по футболу в следующем году. Именно они будут первыми помощниками у иностранных гостей, которые приедут на тренировки в наш город. Молодежь Анапа активно откликнулась на призыв принять участие в волонтерском движении. У многих за плечами опыт участия в региональных мероприятиях. Я ходила в школу волонтеров, именно здесь, которая происходила в том году, проводилась. И в этом году, когда мне сказали, что будет FIFA проводиться, и будет работа опять в школе волонтеров, я решила, почему нет, почему не попробовать, как бы мне футбол нравится. Я узнаю для себя много чего нового, увижу знаменитостей каких-то. Это будет в мою копилку еще один плюс. Первое занятие, которое происходило сегодня, ознакомительное. Добровольцы узнают друг друга ближе, знакомятся с направлениями и особенностями работы. Здесь главное – полное взаимопонимание. Поэтому и первое задание – отработка навыков самоорганизации при решении задач. Волонтеров разбили на 8 команд. Участники каждой из них должны были придумать название, слоган и распределить функции между собой. На самом деле очень важно то, что мы работаем в таком тандеме. Начали вот такую работу именно. То есть это багаж знаний, опыт и молодость, хорошее настроение, уверенность в себе. Поэтому мы это объединили. Сегодня прошел достаточно хорошо этот первый урок, можно так назвать. Мы все познакомились, поняли, какие у нас основные цели, задачи перед чемпионатом, чему нам стоит поучиться друг у друга. Ребята уже успели поработать в команде, представить себя. Мне кажется, у них это получилось. И я уверена, что к чемпионату мира мы подойдем очень хорошо. Уже сегодня в списках тех, кто будет работать на чемпионате мира по футболу, более 100 человек. Следующая встреча школы волонтеров – в конце месяца. А в ближайшее время они примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в Анапе пользуются заслуженным вниманием жителей. Людям важно, что они могут купить натуральную продукцию кубанских производителей по приемлемым ценам. Еще один немаловажный факт – доступность привозов. Сегодня в муниципалитете их 17, и администрация города нацелена на совершенствование работы ярмарок. Например, территория привоза в районе 6-й школы давно нуждается в благоустройстве. По поручению исполняющего обязанности глава Анапы Юрия Полякова, его сделают в ближайшее время. По четвергам и воскресеньям в районе 6-й школы разворачивается муниципальная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представляет 40 кубанских предпринимателей. Среди них двое новичков. Администрация города постоянно работает над привлечением производителей. И это взаимовыгодное сотрудничество. Я безумно благодарен администрации района за организацию, именно правильную организацию этих ярмарок, что ярмарки работают именно непосредственно 6 дней в неделю. Как производитель у меня позволяет легко организовать непосредственно маршрут, составить для себя. И реализация моей продукции здесь предоставлена, ну практически можно сказать, во всем городе. В течение месяца на привозах Анапы работает и индивидуальный предприниматель Николай Лазарев. Молоко с его фермой и продукцию из цеха анапчане знают и любят. Сколько вы уже на ярмарках представлены? По времени? Да. Уже месяц. Месяц. И как за месяц? От первого продажи молока и, допустим, сегодня, на сколько увеличивают? Первый раз сколько продали здесь молоко? От 50 литров до 300. 300 уже продаете? Да. Шесть раз увеличились продажи. С первого дня за месяц нарастили объем продажи шесть раз. Ищут в других ярмарках, кто в городе брал, ищут, где мы будем, уже записывают, где мы будем, какой день. Приезжают, берут. Анапчане действительно довольны возможностью купить натуральную кубанскую продукцию по ценам производителей. Все, с кем мы говорили в этот день, делают только одно существенное замечание. Площадка, на которой располагаются торговые ряды, нуждается в ремонте. А там вот немножко, конечно, вот до сюда, сейчас повернемся, поедем назад. Там, конечно, будут тарахтеть все. Я каждый раз прихожу, покупаю тут. И в четверг, вот сейчас в воскресенье проду зеленых помидор наберу на кубанский салат. Красный перец возьму на закатку. Все беру здесь. В ближайших планах администрации исправить эту ситуацию. По поручению исполняющей обязанности главы города Полякова Юрия Федоровича, нами сейчас рассматривается вопрос по благоустройству площадки ярмарочной на территории, в районе шестой школы, на которой мы сейчас находимся. Много обращений идет к нему по покрытию на этой ярмарке, то, что людям неудобно ходить. И здесь в ближайшее время будет рассмотрен вопрос и реализовано покрытие в бетонном исполнении для удобства наших жителей и гостей города. В адрес нашей редакции стали поступать жалобы о том, что анапчане не могут записаться на прием в поликлинику к узким специалистам через интернет. Мы решили выяснить, в чем причина. Оказалось, что для того, чтобы попасть, к примеру, к неврологу или иммунологу, необходимо обязательное направление от терапевта. Почему медики настаивают именно на такой схеме и для кого делают исключение, за разъяснением мы обратились в поликлинику города. Городская поликлиника и сельская амбулатория относятся к первому уровню оказания медицинской помощи населению. Муниципалитет разделен на участки. Каждый способен принять до тысячи человек. Впрочем, в пиковые нагрузки здесь принимали и по три тысячи. За каждым участком прикреплен свой терапевт. Именно он ставит первичный диагноз. Пациент приходит с болями в грудной клетке. Боли в грудной клетке могут быть за счет болезней сердечно-сосудистой системы, болезней легких, болезней плевры, болезней пищевода, болезней поджелудочной железы, желчного пузыря. И если пациент решает прийти, например, к врачу-кардиологу, кардиолог исключает свою патологию и рекомендует ему, опойдите вы к пульмонологу, опойдите вы к неврологу. И тогда вот этот путь обследования и лечения этого пациента будет длительным. В отличие от того, если пациент с участка придет к своему родному участковому терапевту, который, посмотрев его, назначит обследование, пригласит его с результатами обследования, поставит диагноз, назначит эффективное лечение и при необходимости направит на консультацию. Прямая запись на прием к специалисту узкой направленности ведется лишь для жителей нашего города, которые состоят на диспансерном учете. Например, это люди, страдающие сахарным диабетом. Остальные должны сначала сдать анализы и пройти медицинский осмотр. Это позволяет обеспечить максимально эффективное лечение. Час истории на тему начала космической эры организовали для школьников в Центральной библиотеке города. Мероприятие приурочено к 60-летней годовщине со дня запуска первого искусственного спутника. Это событие мирового уровня навсегда изменило историю и стало началом космической эры. И сегодня, спустя 60 лет, библиотекари говорили с учениками 4-й школы об этом удивительном событии. На тематическую встречу в качестве почетных гостей были приглашены люди, непосредственно связанные с темой космонавтики. Это историк и краевед Валерий Валиев. Он служил на космодроме Байконур с 1963 по 1966 год. Инженер-конструктор по изготовлению космических приборов и строений Людмила Катукова, офицер-строитель, который в 70-е годы возводил военные объекты на Байконуре Анатолий Килин, и офицер-испытатель Анатолий Рощин. Все они с большим увлечением и вдохновением рассказывали ребятам о том, как вся страна работала на грандиозный проект по освоению космоса, и как важно это было для каждого, в том числе и для детей и подростков. Мы готовили 10 испытательных изделий, ракет. И вот я лично была расчетчиком корпуса ракеты, потому что это тонкостенные изделия из плава металла определенного, со шпанголдами, со стрингерами, и насыщалась аппаратурой различной. И вот для того, чтобы головной отсек, в который помещался вот этот спутник, создать, мы его, этот головной отсек начиняли аппаратурой. Кроме того, школьникам рассказали о том, как запускали спутник, каким толчком в развитии мировой истории, экономики, культуры это стало. И, конечно же, все присутствующие отметили, что на сегодня Россия была и остается мировым лидером освоения космического пространства. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер «Прогноза погоды» – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. В «Салями» финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 6 октября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Ночью прохладнее – 14 выше 0. Ветер южный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 15 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре Анапа-Океан. Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.